Как получилось, что я хотел Стать очень умным, но я запел Хотел стать черным, черней, чем нож Но чтоб любила ваша дочь Николай Арутюнов – музыкант, ставший известным как создатель легендарной лиги блюза, которая в 90-е вместе с Крематорием и Арией забивала телеэфир Николай, несмотря на сложности, на протяжении всей карьеры исполнял только ту музыку, которая нравится В памяти поклонников он остался бунтарем с прекрасным бокалом и тонким музыкальным вкусом Сама судьба вела этого выпускника педагогического института в объятия аутентично-американского жанра Сильный, очень узнаваемый голос с широким диапазоном в сочетании с фактурной внешностью и взрывным темпераментом Арутюнова этому более чем способствовал Создавая лигу блюза в конце 70-х, под влиянием впечатления от концерта Биби Кинга он никак не мог представить, что спустя 17 лет выйдет на сцену вместе с ним Субтитры создавал DimaTorzok По национальности исполнитель армянин По словам музыканта, его предки перебрались в Россию во время геноцида армян в 1915 году Дед певца бежал в Ростов, изменил имя на Николай Арутюнов А в начале 20-х годов прошлого столетия семья переехала в Москву От деда артист и унаследовал вокальный талант Помимо исполнения музыкальных композиций, вокалист участвовал в озвучке Дебютной работой в этой сфере стала партия Каяфы в русскоязычном варианте рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса Иисус Христос Суперзвезда Последний партия пана в анимационной ленте 2021 года Дровосекова Краюши С 2009 года в течение четырех лет Блюзмен выступал радиоведущим авторского проекта «Историческая справедливость» о малоизвестных, но талантливых рок-музыкантах Запада, Игравших в 60-70-х годах прошлого столетия Николай родился в Москве в 58-м году Однако ранние годы биографии музыканта пришлись на Кременчуг Куда по работе перевели его отца Интерес к музыке Николай проявил довольно рано И в шестилетнем возрасте был отведен мамой в музыкальную школу на прослушивание Приемная комиссия попросила мальчика что-нибудь спеть И маленький Коля, не стесняясь и от всей души, напористо исполнил революционную песню «Тачанка» Неизвестно, что думали преподаватели, наблюдающие за мальчиком, Но последствия столь ударного выступления не замедлили показаться И взрослые люди в прямом смысле упали от смеха под стол Накрытый, как и положено, торжественному моменту красной скатертью Волю отсмеявшись, Кою Аратюнова приняли на обучение в класс фортепиано Объяснили это просто Класса вокала у нас нет, зато будет хор А инструментом вводить не помешает Детство Аратюнова прошло недалеко от Таганки Где в 70-е еще вполне были живучи типажи классической шпаны из подворотни Которых так романтично и однобоко любят воспевать глашатые современного блатного шансона Кепка, папироска и жизнь по воровским понятиям Такова была реальность того района Москвы И вот сквозь эту реальность ходил маленький Коля в музыкальную школу Держась одной рукой за руку мамы, а второй сжимая папку с нотами Сверху которых было написано П.И. Чайковский Мальчик какое-то время был твердо уверен, что эта фамилия такая П. Чайковский Конец идиллии был положен, когда Арутюнов подрос и стал ходить в музыкальную школу сам И через некоторое время закономерно папка с нотами стала выполнять свое истинное предназначение Быть штангой футбольных ворот Поскольку футболом тогда болели все от мала до велика Профессиональный спортсмен Николай никогда не стремился Но через всю жизнь пронес любовь и преданность к футбольному клубу Динамо Москва Игры которого посещал на одноименном стадионе Учаясь в шестом классе, Николай был приглашен в школьный вокально-инструментальный ансамбль Сплошь состоящий из старшеклассников, способных на тот момент переигрывать песни Битлз И понять, что этот шестиклассник на голову больной этой музыкой и поет лучше всех в этой школе Однако обычная учеба от этого шла ни шатка, ни валка Поскольку усидчивостью в этом возрасте Николай не обладал Футбол и музыка занимали все свободное время Получив аттестат, Николай поступил в университет в Калинине Так в Советском Союзе назывался город Кверь На филологический факультет, но проучился только год Студента, у которого на первом месте был рок-н-ролл, отчислили Однако уже впоследствии образование он все-таки получил в столичном педагогическом институте А также несколько лет отработал преподавателем русского языка и литературы И все это время тяга к музыке не давала покоя Это воздух, которым я дышу И это надо было сделать работой Поскольку тогда уже существовал коллектив Лига Блюза Но по признанию самого Николая Если бы не перестройка, он так и не вышел бы из андеграунда После давки за билетом Раем, кажется, вагон Можно лезть вполне удобно И наступит крепкий сон Июльский Блюз Горячий Блюз Нарядий Блюз Июльский Блюз Горячий Блюз Первый состав Лиги Блюза был собран за год до Олимпиады 80 И новоявленный музыкальный коллектив чудесным образом нашел себе репетиционное помещение в НИИ Нефти и Газов Куда молодых людей пустили репетировать и снабдили аппаратурой в обмен на обещание музыкально сопровождать официальные мероприятия института, проходящие в актовом зале Что же сделали эти счастливчики? Конечно же начали репетировать Правда, были удивлены, что самым главным и значимым человеком в институте оказался вахтер Который, попивая алкоголь, периодически мог просто не пускать ребят на репетиции Авторитетно, аргументируя твердым доводом Потому что не хочу Но когда репетиции таки случались, то игралась только любимая музыка Rolling Stones, Status Quo, Muddy Waters и так далее Нетрудно понять, что окружающими людьми это воспринималось неоднозначно В целом тот начальный период Лиги Блюза до конца 80-х сложно назвать успешным Востребованность получали музыкальные коллективы вроде Машина Времени, поющие песни на русском языке Англоязычной Лиги Блюза сложно было найти свою аудиторию и концертов было откровенно мало Но это не мешало стремлению саморазвиваться и впоследствии из этой группы вышли в самостоятельное плавание Такие знаковые блюзмены, как Борис Булкин и Сергей Воронов Николай тем временем продолжал развивать свои вокальные данные, слушая и подпевая любимым западным командам Поскольку учиться блюзовому пению в СССР было не у кого Спасали только виниловые пластинки, покупаемые на черном рынке К концу 80-х Лига Блюза, попав под крыло музыкального центра Стаса Намина Обрела первый состав профессиональных музыкантов и сделала, наконец, не пробную, как прежде А настоящую студийную запись песни «Ваша дочь» Именно эту песню стали крутить на радио юность, что повысило узнаваемость группы И хорошо сказалось на гастрольной деятельности Потом группа даже была официально трудоустроена в Северо-Осетинскую филармонию Что позволило ей называться профессиональным коллективом и гастроли стали еще обширнее Больше не звонить, встречи прекратить, а тихий в пользу и тихо хорей Стала вдруг она непонятной и чужой, после знакомства со мной Не держите вашу ночь Под контролем день и ночь В 90-м году вышла первая официальная запись группы 7-дюймовая пластинка «Лиге блюза 10 лет» С четырьмя песнями, две из которых были перепевками западных китов, а две остальные авторским материалом Николай, несмотря на то, что умел работать со словом, за редким исключением не писал текстов к своим песням В тот момент, когда певец все-таки созрел до написания собственных песен, то судьба свела его с поэтом-песенником Кареном Кавалерианом Последний отмечал, что Арутюнов всегда был придирчив к текстам, но если просил внести правки, то предъявлял обоснованно Видимо, филологическое образование сказывало Первой настоящей удачей стала песня «Развяжи мне руки» Правда, чиновники от Комитета культуры упорно обвиняли авторов в нападках на советскую власть Но даже спустя 30 лет Арутюнов и Кавалериан твердо говорили, что никаких скрытых смыслов не вкладывали И песня была о женщине и чувствах к ней Тогда же, в конце 80-х, состоялись первые заграничные гастроли в несколько европейских стран А также очень успешная поездка в Латинскую Америку Где в Колумбии и Перу лике блюза рукоплескало несколько десятков тысяч людей Группе повезло также участвовать в международном телемосте «Спасите детей» Для которого был отснят первый в истории группы клип на песню «Развяжи мне руки» Правда, жители нашей страны его не увидели Но зато потом клип показали в программе «Взгляд» Надо ли говорить, насколько продуктивно для артиста любого жанра и статуса Тогда было попасть на центральное телевидение Развяжи мне руки Я уже не тот Я долго терпел Развяжи мне руки Хватит слов, померь Всему есть предел В 91-м году вышла постинка «Да здравствует ритм блюз», где было уже пять авторских песен В дальнейшем формула, когда репертуар группы составлялся наполовину из авторского материала, а наполовину из «Миралы Китов Блюз Рока» использовалась почти всегда Именно в это время начинает устаканиваться постоянный состав Лиги Блюза Основным гитаристом становится Игорь Кожин На его счету впоследствии совместные работы с группами «Лицей», «Машина времени» и «Константином Никольским» Алексей Асташев занимает место бас-гитариста С 97-го года он параллельно играл в группе «Неприкасаемые» А за барабанную установку садится Александр Косорунин, который также принимал участие в группах «Рондо» и «Черный обелиск» Помимо этого, Лада Колосова и Мария Кац становятся на постоянной основе бэк-вокалистками группы Чуть позже к ним присоединяется Екатерина Шемякина, взявшая на себя обязанности третий вокалистки и клавишниц В дополнение ко всему, на многих концертах стараются привлекать и духовую секцию Концерты и гастроли следуют один за другим, что позволяет еще раз понять, что Лига Блюза полноценно состоялась Группу часто приглашают на телевидение, и в истории зафиксирован не один телевизионный концерт, на которых видно, что специфичность блюз-рока – надуманный факт Поскольку атмосфера счастья, радости и единства пробивается сквозь экран даже спустя четверть века Не верь мне, маленьких шансов с неба не стань Тебя, как все девчонок, я обманусь Субтитры создавал DimaTorzok Не верь мне, маленьких шансов с неба не стань Не верь мне, маленьких шансов с неба не стань В 1995 году выходит альбом «Сборник. Неужели прошло 15 лет?» Где широкой публике представлены по большей части неизданные записи за весь период существования группы От магнита альбомов начала 80-х до самых свежих концертных записей В триумфальной поездке на международный легендарный джазовый фестиваль в Монтрео Но при этом судьба отмерила после этого Лиги Блюза всего 4 года активной жизни После чего проект был заморожен основателем группы Николаем Арутюновым ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исполнять рок, блюз, джаз и джаз Даже индийские мотивы в рамках одной группы певец не считал возможным Это не соответствовало концепции каждого коллектива Помимо экономического кризиса На изменение настроений повлиял и зуд сольного творчества у остальных музыкантов А ограничивать людей в их стремлении это нехорошо Да и Николай в Лиге уже не чувствовал прежней свободы В 1997 году вместе с известным гитаристом Дмитрием Четверговым Организовал группу «Четверг Арутюнова» Проект просуществовал три года, в течение которых Исполнитель проникся стилистикой и манерой хард-рока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако Дмитрий Четвергов стремился осовременить звучание А Николай предпочитал традиционализм Музыканты расстались с друзьями и Арутюнов обратился к не менее любимому фанку Репертуар группы «Фанк и Соул», которую собрал Николай, состоял по-прежнему из английских и американских композиций Переводить тексты певец не захотел опять же из-за стилистики группы и потому что в звучании на языке оригинала Голос являлся дополнительным солирующим инструментом, а при исполнении по-русски невольно воспринимался смысл, который иногда портил общую картину Тем не менее в 2008 году Арутюнов поэкспериментировал с фан-коллективом и записал русскоязычный альфом Мы пришли, мы ваши, мы готовы, заряжаем прямо сейчас Наши глотки, клавиши, гитару, барабаны, дубки и бас Начинаем фанки соул-шоу, получите ритм и звук В этот вечер мы одна команда, те кто на сцене и те кто вокруг Мы наш фанк и соль, сейчас и навсегда мы хлеб и соль Мы наш фанк и соль, сейчас и навсегда мы хлеб и соль В 2006 к Николаю обратилось рекламное агентство, выигравшее конкурс на проведение кампаний по продвижению Сочи как столицы Олимпиады Певец на тот момент плотно занимался рекламными роликами и был известен как сторонник живого звучания Так появилась песня, игры которые мы заслужили Однако конечный продукт, дошедший до зрителя, кардинально отличался от того, что предлагал Арутюнов По словам автора, продюсеры голову морочили знатно, а потом он понял, что наверное люди хотели, чтобы и их аранжировщик тоже что-нибудь заработал В 2014 настал черед жанра прогрессив Работать с такой командой Николай мечтал давно, но понимал, что создать собственную с нуля невозможно Поэтому присоединился к группе Quorum, чья манера игры напоминала Genesis и Camel Прогрессив рок, по мнению Арутюнова, сложнее, чем то, что исполнялось ранее Блюз, соу и хард-рок это корневые жанры, а стиль Quorum предполагал отслеживание гармонии, размера и формы Николаю потребовалась некоторая внутренняя перестройка, вокальная и идеологически ментальная В новом коллективе певец не изменил собственное предпочтение, все так же исполнял классику 70-80-х годов Так как я родился и живу в Казани, то мне особенно приятно, что Николаю удалось подготовить программу совместно с казанским камерным оркестром La Primavera И надо сказать, в филармоническом зале Арутюнов оказался ничуть не менее уместен, чем на сценах клубов и фестивалей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже в далеком 2013 году в интервью «Аргументом и фактом» Николай сказал, что не собирается участвовать в «Голосе», подобно некоторым своим коллегам Тогда на сцену шоу вышел Андрей Довидян Однако спустя пять лет зрители увидели легенду блюза на слепых прослушиваниях очередного сезона телепередачи В интервью музыкант признался, что приятели давно уговаривали его попробовать силы в проекте, но безуспешно Все изменилось после того, как сын Николая Сергей захотел попасть в число конкурсантов Однако именно в то время кастинга для певцов среднего возраста не было, но велся набор желающих группу 60+. Знакомый продюсер посоветовал пойти на хитрость Николай выступит в отборочных турах, а Сергей представится его аккомпаниатором Позднее отец и сын смогут спеть что-нибудь вместе Певец поразил жюри с первой попытки исполнением композиции «Мерседес Бенц», ставшей одним из последних хитов в жизни знаменитой американской вокалистки Дженнис Джоплин Несмотря на то, что команда наставников прослушивала до этого ни одного профессионала, упустить такого участника они не смогли Николай выбрал команду под руководством Леонида Агутина, который, к слову, повернулся к певцу последним после некоторых раздумий На одном из выступлений голоса, как и планировалось, выступил вместе с сыном Сергеем, приведя зрительный зал «Восторг», музыканту удалось дойти до финала и занять третье место Наверное, впервые в истории советского и российского ТВ с голубых экранов звучала песня «Can't find a reason» из репертуара группы «Атоми Крустер» Позднее и наследник вокалиста тоже попал в конкурсную программу «Шоу» в своей возрастной категории, а в 2020 году стало известно, что отец и сын участвуют в отборочном туре на Евровидении от Армении Для этого была написана песня, а также снят клип, в котором использовались кадры бархатной революции в Ереване в 2018 году Исполнители сообщили, что несмотря на эти кадры, в композиции нет политического подтекста В центре трека рассказ о чувствах армянского народа и желании идти вперед В конце сентября 2021 года СМИ сообщили печальную новость Николай Аратюнов умер Родственники рассказали о кончине певца уже после того, как состоялось прощание с ним Причиной смерти, по информации СМИ, стали последствия всем известной инфекции Соболезнование по случаю кончины музыканта выразил и футбольный клуб «Динамо» Преданным болельщиком которого был Николай Рафаэльевич Он же стал автором гимна московского клуба, который футболисты исполняли в начале домашних игр Эта композиция появилась на свет в 2019-м И впервые была исполнена на церемонии открытия нового стадиона «Динамо» Вокальную часть трека представили Лев Лещенко и сын глюзмена Сергей А дополнили солисты хора «Арея» Музыкальное сопровождение прозвучало в исполнении Московского государственного симфонического оркестра В общественном сознании Николай Арутюнов до сих пор остается блюзовым музыкантом Даже несмотря на участие во многих разнообразных проектах Более того, за годы карьеры он работал вокалистом в четырех разных направлениях музык И, соответственно, в четырех разных группах Которые можно считать главными для него Блюзовый, хард-роковый, арт-роковый и фанковый Стоит отметить, это незаурядные профессиональные достижения На первый взгляд, ничего особенного в таком послужном списке нет У многих музыкантов он шире Нестандартно другое Арутюнов не приходил в уже существующие коллективы, а создавал их сам При этом руководствовался не соображением форматности и коммерческой перспективности А исключительно желанием реализовать себя в той или иной музыке Практически все музыканты его поколения были увлечены роком и начинались с него Но в дальнейшем далеко не все смогли или захотели продолжать его играть А Николай всегда оставался цельным корневым артистом С отечественной музыкой его роднит, пожалуй, только то, что свои песни он поет на русском языке По образу музыкального мышления он один из немногих исполнителей, представляющих на нашей сцене англо-американскую традицию Тем более, что в его репертуаре всегда много англоязычных песен А Рутюнов был истовым энтузиастом, большим мастером не устающим что-то делать Не только самореализуясь, но и пытаясь делиться творчеством других музыкантов Кладя на это все возможные силы На таких, как он, собственно и держится культура У которой нет на самом деле никаких приставок вроде рок, блюз или классика С каждой такой потерей она беднеет И кто приходит им на смену, да и приходит ли вообще, пока непонятно Спасибо! Спасибо, мой любимый блюзер! Спасибо!